ТНК БП является одной из основных нефтяных компаний России и входит в десятку крупнейших частных нефтяных компаний мира. На долю ТНК БП приходится примерно 18% российской добычи и около 13% объема российской переработки. ТНК БП объединяет в себе международный и российский опыт, подходы, навыки и технологии. Наша стратегическая цель – создать долгосрочный и устойчивый бизнес, работающий на благо наших акционеров, на регионы присутствия компании и на благо всей российской экономики. В 2007 году объем капитальных инвестиций ТНК БП составил 3,4 млрд долларов, из которых 80% направлено в сектор разведки и добычи. В настоящий момент основу портфеля компании составляют зрелые месторождения. При этом ТНК БП уделяет все большее внимание осуществлению новых проектов. Одним из таких проектов, находящимся сегодня в стадии активной реализации, является подготовка к промышленной разработке УВАДской группы месторождений на юге Тюменской области. УВАДский район Тюменской области еще недавно считался медвежьим углом. Неудивительно, что в условиях полного отсутствия инфраструктуры и материальной базы никто раньше даже не подступался к добыче здесь нефти, хотя раздумывали над этим многие. Нефтяные перспективы УВАДа всерьез обсуждались еще в 70-х годах, но дальше разговоров дело не шло. В то время куда более притягательными были планы по освоению крупных месторождений в Хантамансийском округе. Так что УВАДский проект вновь обрел актуальность лишь с появлением 10 лет назад на территории Тюменской области самостоятельных недропользователей. Еще в 2006 году здесь, на УВАДе, практически не было необходимой промышленной энергосети, дорог в вахтовых поселках. Сложность в том, что все 16 лицензионных участков ТНК БП представляют собой большое количество месторождений, разбросанных по огромной территории. Первый этап работы на УВАДской группе месторождений – это создание эффективной инфраструктуры – дорог, линий электропередач, трубопроводов. Эта проблема активно решалась ТНК БП зимой 2006 года. В районе было проложено 650 км дорог, завезен 1 млн 100 тыс. тонн грузов. В общей сложности для их доставки было совершено 60 тыс. машин рейсов, а сама техника преодолела расстояние 10 млн 300 тыс. км. «Это надо действительно видеть, снимать и так далее. Я не знаю, с чем это сравнить, но с переселением народов, наверное, потому что, сами видите, огромное количество грузов, огромное, ну просто, я не знаю, там, китайская стена, не китайская стена, но очень много грузов завезено по зимникам. И было время очень большого бездорожья, вот когда сталкивались с проблемами доставки сюда». Начало масштабной разработки УВАТА представляет большой интерес для области с точки зрения увеличения налоговой базы региона и стабилизации его доходов в условиях старения давно разрабатываемых месторождений. Разработка УВАТА позволит частично снять напряженность в сфере занятости населения. Улучшится и социально-экономическая ситуация в районе после создания современной производственной и социальной инфраструктуры. Летом 2004 года было подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве между правительством Тюменской области и ТНКБП, которое предусматривает в том числе реализацию инвестиционного проекта по вовлечению в разработку трудноизвлекаемых запасов на истощенных месторождениях Тюменской области, запасов углеводородов в УВАТАСКОМ районе и внедрения новых технологий. В конце 2006 года партнеры уточнили ближайшие планы по проекту. Предполагается, что инвестиции в разработку и освоение месторождений УВАТАСКОЙ группы, расположенных на юге Тюменской области, превысит в 2007 году 19 миллиардов рублей, а в период с 2007 по 2009 перевалят за 64 миллиарда рублей. Сегодня добыча нефти на УВАТА ведется только на одном месторождении, Кальчинском, и составляет около полутора миллионов тонн в год. К 2009 году, после запуска еще двух месторождений, Урненского и Устегузского, производство углеводородов на УВАТА может вырасти до трех миллионов тонн в год, а пик добычи в 10 миллионов тонн в год придется на 2017-2018 годы. Минувшим летом губернатор Тюменской области Владимир Якушев и исполнительный директор ТНК-БП Герман Хан проинспектировали ход работ на УВАТА, побывав на двух месторождениях. Губернатор выразил удовлетворение темпами освоения проекта. Это традиционный облет участков, освоение которых ведет ТНК-БП. «В этот раз мы посетили Урненское и Устегузское месторождение», рассказал глава области. «Год назад мы были на этих участках, там было голое поле. Сегодня мы увидели готовую современную площадку с хорошими условиями, новым современным оборудованием». «Я работал на многих станках. Я вообще 31 год работаю вообще в районах Крайнего Севера. Система очистки, система вот приготовления раствора и так далее. Прекрасно. Насосы прекрасны. Просто мечта. Вот. Это все то, что касается подающих. А сам станок то же самое. Грузоподъемность, удобство работы рабочих и так далее. Все это плюс. Рабочее место бурильщика, ну, конечно, фантастика. Кабина бурильщика, он отдельно, шумоизоляция есть, есть компьютерное управление всеми процессами. Управляет уже не рычагом, а джойстиком». Юг Тюмени сегодня имеет все шансы стать одним из центров российского нефтегазового комплекса с развитой производственной и социальной инфраструктурой. База для этого создана значительная. В конце прошлого года Западно-Сибирское отделение Государственной комиссии по запасам подтвердило запасы семи вновь открытых месторождений в Увадском районе, а суммарные запасы нефти в недрах Юга Тюменской области превысили 1 млрд тонн. Пять из этих новых месторождений, запасы которых оцениваются приблизительно в 32 млн тонн, открыты на лицензионных участках дочерних компаний ТНК «Би-Ки». Субтитры создавал DimaTorzok